Добрый день. Михаил Мамедзаде показывает свои владения. Вместе с женой приложили немало усилий. Все обустроили своими руками. Но свои шесть соток используют не для отдыха. С этого года он самозанятый арендодатель. Я сам вношу данные о заездах, сумму заезда, и все это регистрируется. В любой момент я могу проверить общую сумму, которую я внес. Получить чек, распечатать, если клиент его попросит, или сохранить его в архиве. Бесплатное приложение «Мой налог» теперь облегчает бумажную волокиту. Теперь не нужно заполнять декларацию, а свободное время можно потратить на своих постояльцев. Он зарабатывает, он государству платит, государству это вкладывает. Опять же, в нас же все правильно. Я считаю, что лучше легально, чем нелегально. Налог на профессиональный доход введен 1 июля этого года. Сейчас порядка 8,5 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей уже избрали себе именно этот режим. Самозанятыми считаются граждане, не имеющие работодателей и наемных работников, получающие доход от личной трудовой деятельности. Для них налоговая ставка варьируется от 4 до 6 процентов, а платить страховые взносы не обязательно. Следует учитывать и налоговый вычет для самозанятых в размере 10 тысяч рублей. К тому же для 2020 года предусмотрен дополнительный вычет – 12 130 рублей. Наиболее популярные отрасли для самозанятых в Крыму – это предоставление в аренду жилья и косметологические услуги. Республика Крым входит в десятку субъектов Российской Федерации по количеству и темпам регистрации таких налогоплательщиков. Это, безусловно, положительный момент с точки зрения физических лиц, с точки зрения налогообложения. Для предпринимателей, выбравших статус самозанятых, существует ряд ограничений. Нельзя осуществлять розничную торговлю, привлекать наемных работников и в течение двух лет оказывать услуги своему работодателю. Также ограничена сумма дохода в год.